Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Можно ли собороваться несколько раз за пост? Апостол Иаков в своем соборном послании пишет, болеет ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазывая его елеем в имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. Если он сделал грехи, простятся ему. Если ты в течение поста болеешь разными болезнями, то даже в течение поста можно пособороваться несколько раз. Ну, допустим, на первой седмице ты снимал ногу, а на последней, или на предпоследней, руку. Вот на первой седмице соборуйся, чтобы нога срослась, а на предпоследней рука. И вообще как-то хорошенько надо пересмыслить свою жизнь, что же такое происходит, что ты постоянно ломаешься. Почему же Господь тебя эти болезни попускает? Может, надо не только собороваться, а может быть еще и исповедоваться, причащаться, и не забывать, что кровь Господа нашего Иисуса Христа также очищает нас от всякого греха. Вообще любое таинство так или иначе сопряжено с оставлением грехов, с получением благодати, с исцелением наших душевных ран, которые мы нанесли себе греховной жизнью. Но если вы собороваетесь, хозяй, с предположением, что нет здоровых, есть необследованные, и как бы вроде бы ничего не болит, но в Великом Посту в нашем храме по расписанию есть несколько соборований, то можешь разочек в году пособороваться, молясь о том, чтобы Господь простил тебе твои грехи, о том, чтобы дал припомнить тебе те забытые грехи, которые сильно поранили твою душу, нанесли неисцеленные раны, они уже гноятся, а ты не видишь. И говорят же, что соборований прощаются с забытой грехи. Не совсем так. Скорее отдаётся благодать припоминания тех грехов, которые нанесли тяжёлую душевную рану. И ты молись и думай, что в твоей жизни необходимо изменить. И не забывайте, что когда ты приходишь в храм собороваться, и когда священник приходит тебе домой, то ты должен молиться не только себе, но и всех тех, кто рядом находится с тобой, молиться о бесцелении себя и тебя. И ты молись о бесцелении себя и тебя. Это настоящая соборная молитва, это настоящая молитва по соглашению, а не вот это то, что в ваших интернетах постоянно предлагается за небольшое или большое пожертвование. Поэтому посмотрите сами. Бывает так, что ты молод, бодр, здоров. Тогда собороваться совершенно не обязательно. Болеет ли кто из вас до призвета пресвитеров церковных? А не болеете? И слава тебе, Господи! Спешите творить добро, пока вы ещё здравы, целы и не поломаны. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok